Здравствуйте, друзья! Как обычно, в это время в программе «Вдоле» мы рассказываем о истории молодого бизнеса. 65 10 99 6 наш морсковский телефон, наш сайт finam.fm. Заходите на страничку программы «Вдоле», задавайте вопросы, делитесь впечатлениями. Возможно, вы хотите стать героем нашей программы, мы с удовольствием это тоже рассмотрим. Но сегодня у нас в гостях две Светланы, Светлана Иванникова и Светлана Скобликова, основатели агентства «Рыба тут», эксперты сообщества Startup Woman. Привет! Добрый день всем! Добрый день! А что такое «Рыба тут»? Мы ждали этого вопроса. «Рыба тут» — это агентство, которое специализируется в формате social media маркетинга. И мы, собственно, делаем проекты в social media. Это Facebook, Вконтакте, Twitter, Одноклассники, YouTube, ну и там, в общем, Instagram и много всего еще. И основным, наверное, направлением является работа с контентными проектами, с вирусными проектами. Также мы, конечно, делаем и поддерживаем рекламу в формате social ads, это там TGB, так называемые текстографические блоки. То есть суть в том, что по факту это та же самая медийная реклама на сайтах, но это, в общем, в Facebook или Вконтакте. То есть всяческая реклама и любое продвижение каких-то товаров, услуг через интернет? Все включено, да. Очень перспективный бизнес. Достаточно перспективный, потому что и рынок, хотя он, в общем-то, все еще молодой, но он формируется, он двигается дальше. И по прогнозам рынок social media маркетинга будет расти на 80% в конце года по сравнению с прошлым годом. В общем-то, уже рост заметен. По состоянию на май рост рынка составлял 39%, то есть там все нормально. Что из себя представляет агентство? Сколько в нем человек работает? Кто ваши клиенты? Какой оборот? Ну, про оборот мы не будем говорить, потому что мы не публичная компания, но по сравнению с прошлым годом, когда мы, собственно, запустились, вот нам неполные два года по состоянию на текущий момент, по сравнению с прошлым годом обороты возросли в три раза. Я считаю, что это очень круто, потому что у нас не очень большая компания в штате, мы предпочитаем работать на аутсорсе, у нас большая команда подрядчиков в странах мира. Даже так? Да, у нас в Барселоне есть ребята, в США есть ребята. Это вызвано, скорее всего, спецификой нашего бизнеса, потому что отчасти какая-то модерация или контентная история, в частности, для зарубежных партнеров. То есть требуется знание языка, требуется работа в ночное время по Москве, поэтому мы считаем, что правильнее работать в формате на аутсорсе, на отдаленной работе. То есть у вас клиенты не только в России? Да, да. И не столько в России? Нет, в этом году мы вышли на зарубежный рынок, у нас в настоящее время есть три клиента, с которыми мы работаем, это два испанских клиента. Личная страничка Тома Крузовка, это ваше круг дело? Не будем открывать все карты. Но там есть над чем поработать, на самом деле мы бы дали бы хорошие рекомендации коллегам, которые ведут блог Тома Круза. Нет, это бренд, это компания, который, один из клиентов, он выходит на российский рынок, мы делаем компанию и за рубежом, и здесь. Еще один клиент, это известная водка Белуга, не знаю, можно было бы говорить этот бренд или нет в эфире, но так или иначе, специфика этого проекта в том, что... Что его можно рекламировать только в интернете. Это факт, но здесь работа идет на зарубежный рынок, то есть тут фишка в том, что это российский бренд, но это экспертная продукция, поэтому мы работаем на американский рынок, на европейский рынок, в Фейсбуке и в Инстаграме. И в чем специфика именно вирусной рекламы или, не знаю, социал-медиа, маркетинговой рекламы? Ведь здесь, наверное, с одной стороны требуется тоже какая-то выдающаяся совершенно креативность, за которую мы так любим ролики каннских львов и так далее. А с другой стороны, нужно очень хорошо понимать вообще, что такое интернет и как все эти механизмы работают. И, наверное, технические какие-то тоже иметь знания о том, что такое контент, как минимум, и все эти умные термины использовать как операционную систему. Откуда эти знания? Или вы отвечаете за креативную часть, там, я не знаю, за общение с клиентами, а есть специально обученные люди, которые вгрызаются в технические вопросы? Вот я не договорила до этого, что в нашей команде сейчас в штате 5 человек. И в основном это люди, которые менеджерят процессы. Но что касается технических вопросов, там нет ничего сложного, просто мы следим за новостями обновления социальных сеток, известных нам, что делает Фейсбук в России или в мире, что делает Инстаграм. Мы очень рады, что Фейсбук с Инстаграмом объединились и облегчили задачу. Мы очень ждем, когда Инстаграм откроет, ну, уже Фейсбук откроет в Инстаграме возможность делать прямое продвижение, более легальное, скажем так, потому что в Инстаграме сегодня продвигать свой аккаунт никак особо нельзя. Есть, конечно, методы, и они тоже легальные, то есть там нет никаких накруток, хотя есть люди, которые делают и накрутки, и батагон, так называемые, но это не мы. А что касается специфики, там контент, не контент, то мы с Светланой, в общем-то, на рынке сошел-медиа, вообще в интернет-бизнесе уже, наверное, 10-15 лет. Я до открытия нашего проекта, нашего бизнеса работала руководителем ЖЖ в России. Светлана занималась проектами в крупных агентствах. А вместе мы познакомились в Рамблере, собственно. Да, мы до этого работали в Рамблере, ну то есть очень такая большая у нас база, опыт накопились, и просто мы, когда пришел момент открывать свой бизнес, поняли, что мы ничего другого делать просто не умеем, поэтому мы сделали СММ-агентство. Вы решили открыть компанию в партнерском таком, объединившись, да, то есть с одной стороны хотел сделать личный бизнес, с другой стороны все-таки получилось, что он такой командный. Как пришла в голову идея объединиться, и почему именно вот вы, две Светы, оказались вместе в этом бизнесе? У нас было не совсем трое сначально, у нас было трое, был еще мальчик, а был ли мальчик? Да, вопрос, но на самом деле Дмитрий Юнкин его зовут, он нам очень сильно помог в первый год, мы объединились вот втроем. У Димы был большой опыт и была своя клиентская база, которая нам тоже очень помогла на начальном этапе, но в настоящее время мы выкупили долю третьего партнера, теперь мы с Светланой полноценные владельцы нашего бизнеса, и, собственно, вот так все и получилось. Ну да, Дима просто развивается в другом направлении, у него скорее история с веб-разработкой, поэтому в социал-медиа ему не так интересен, поэтому мы разъединились, и вот теперь мы остались вдвоем. Ну, а почему вы объединились именно друг с другом? Просто вы были давно знакомы, и знали, кто на что способен. Мы, как я уже говорила, познакомились в Рамбле, это сколько, 10, наверное, даже побольше лет назад уже, и, соответственно, дальше немного разошлись, Света пошла в ЖЖ, да, там строить карьеры, я работала по разным рекламным агентствам, и какое-то время назад, наверное, лет 5, мы начали работать по вечерам друг с другом, делая какие-то проекты для, там, не знаю, для знакомых. И постепенно этот объем стал таким большим, что ночное время уже уделять ему было как-то не с руки. А спать-то когда, да? Да, когда спать, поэтому мы решили, что надо переставать работать на дядю и начинать работать на себя, и, соответственно, пару лет назад мы, наконец-таки, сели за общий стол и начали делать проекты вместе. И уже не для знакомых? Нет, для себя. А вот мне интересно, тарифы, там, я не знаю, объемы, вот это все уже какая-то устоявшаяся на рынке история, да, сколько стоит, там, сделать то-то, сделать все-то, или вы сами выстраивали для себя эти отношения с ним? Нет, на рынке, конечно, да, на рынке есть понятный какой-то люфт, так называемый, там, цены за контакт, привлеченного участника. Мне просто кажется, что до совсем недавнего времени социал-медиа-маркетинг в России, это было настолько стихийное какое-то хаотическое движение. Его очень называют ГОСММ, знаете, как-то. Да, 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 ГОСММ, да, и никто особо не знал, что, сколько должно стоить, по какому принципу это должно функционировать, и вообще, как это все системно использовать с умом. Нет, или я ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь, ситуация, в общем-то, не совсем изменилась кардинально, потому что я говорила о том, что рынок СММ-маркетинга, это очень молодой рынок до сих пор, и какие-то расценки стабильные, их, в принципе, нет. Есть понимание цены за качество, есть очень много компаний, до сих пор очень много компаний, которые там один-два человека, они работают, сидя на ГОА, в Таиланде где-нибудь, и считают себя СММщиками. Таких людей, их активность становится ниже, потому что и компании, и бренды, и клиенты, и агентства уже понимают, что нужно делать ставку на качество, потому что, когда ты выкладываешь большой бюджет на просто пригон каких-то людей, непонятных из Латвии, у нас был такой клиент, который к нам пришел и сказал, что помогите, я не понимаю, почему мне привели в Facebook-страничку одних латвийцев, то есть там по профайлу видно, что Латвию нагнали туда, вот, и мы исправляли. Но это снижается, такая активность ГОА-СММщиков, и на передний план, на фронт выходят, собственно, такие компании, как и наши, конечно. Ну, то есть, наверное, невозможно в любом случае работать только в удаленном каком-то доступе, да, не вступая в личный контакт с клиентом, или можно переписывать? Возможно, но это бюджеты не те, то есть можно жить в ГОА, том же самом, да, и обеспечить себе там безбедную жизнь, но если ты хочешь думать про будущее, про какие-то там, про мировое господство, скажем так, да, то нужно, конечно, садиться в офис, ездить на встречи и одевать галстук и белые рубашки и все такое прочее, то есть тут... Вот так вот, вот так вот все прекрасные разгильдяйские идеи превращаются в мировое господство, об этом после новостей на Финаме, оставайтесь с нами. Сегодня с нами в доле агентство «Рыба тут» и ее основатели Светлана Иванникова и Светлана Скобликова. 65 10 99 6 наш телефон, Финам.фм наш сайт, страничка программы «В доле» в вашем распоряжении для всех вопросов. Ну, расскажите, как я понимаю, вы обе действительно с молодых ногтей в интернет-пространстве, как в бизнесе, как в работе, как вы вообще там оказались? Кто начнет? Я оказалась вообще случайно, то есть на самом деле моим проводником в мир интернета, когда вообще было очень модно иметь свой блог в ЖЖ, и вместо визиток давали адрес блога в ЖЖ, то есть в то время я пришла в интернет, моим проводником был Ваня Засурский, так получилось, что я писала у него диплом, и я... На журфаке МГУ? На журфаке МГУ, да, и я пришла на работу с улицы, то есть это очень важно подчеркнуть, потому что тут не было никаких блатных историй, просто с улицы на собеседование в Рамлере, тогда команда была, собиралась новая, я попала в эту новую команду и закрутилась. В отдел маркетинга? Да, я была в отделе маркетинга, и мы делали очень много крутых проектов, вместе с командой Ивана Засурского мы делали «Мисс Вселенную Россию», тогда это был первый формат, когда голосование шло в онлайне, это было ново, никто не знал, как это будет проходить, и все как-то вышло естественным путем, очень качественно и круто. Мы сделали проект, который, может быть, мало кто уже помнит, это «Рамбер Видео», проект, который был направлен на аккумуляцию контента пользователей, которые готовы снимать как режиссера, их было очень много, мы собирали это все в одном месте, но это как арт-хаусное кино, то есть это мало кому может быть интересно, потому что это такая специфическая история. Потом была компания «Суп», тоже новая, и это было очень круто и модно работать в команде Эндрю Полсона, тогда там был еще Антон Носик, Ваня Засурский-то тоже пришел, Эдик Шендерович, это была новая команда, новый проект, это ЖЖ в России поднимать, это было очень круто, мне было приятно, я гордилась тем, что я работала в этой команде, и я очень много лет там отработала с позиции менеджера по маркетингу, дошла до позиции руководителя ЖЖ, но в конечном счете просто все свелось к тому, что нужно было идти куда-то дальше, и вот, собственно, мы вместе здесь сегодня в студии со Светланой, со своим бизнесом. У меня менее, наверное, захватывающая история попадания в интернет, но она тоже началась с «Рамблера», с позиции офис-менеджера, как ни странно, ну, тоже с улицы, совершенно случайно, на собеседование. И я училась в это время в институте, и, закончив институт, у Вани, опять же-таки, в отделе освободился место, и я перешла туда, и вот там мы как раз с Светой познакомились и сдружились, ну, а дальше после «Рамблера» это была афиша, тоже интернет-проекты, не очень долгое время, женский проект, Women's Journal, и далее были уже рекламные агентства, в которых я работала, аккаунт-менеджеры, мы там спецпроекты различные реализовывали уже с клиентами. И, соответственно, да, после этого как раз возникла идея о том, что нужно уже переставать. То есть Ваня был проводником нас обеих, да? То есть все подумают, что… Хорошо, я добавлю, что Ваня учился со мной на одном курсе жилфака, поэтому… Ваня, дай тебе бог здоровья, ты объединяешь хороших людей в правильном месте, с нужными намерениями. Но, то есть вы достаточно глубоко погрузились, ну, то есть можно сказать, что вы стояли, в общем, у истоков интернета во всех его смыслах в России, да, развития его и как пользовательского такого инструмента, и как бизнеса. Не жалко ли было покидать действительно такой вообще сладкий пост, как директор ЖЖ? Это же, во-первых, директор ЖЖ, это звучит как хозяин Камчатки. Как-то очень пафосно. По факту было, в общем-то, так и было, собственно, хозяин Камчатки, который отчитывается за всю команду перед большой аудиторией. А блогеры ЖЖ, они были, есть и будут всегда очень неравнодушными пользователями. Вредными. Неравнодушные. Они всегда родили душой и болели за то, чтобы все было хорошо ЖЖ. И новая команда, которая… новая, старая, старая новая команда, которая есть сейчас, они, конечно, делают то, что должны были делать все мы. Очень долго это длилось. То есть там очень много нюансов, о которых я не буду говорить, потому что ЖЖ – это очень большая платформа с таким мощным кодом, написанным на старом коде, нужно было его переписать. Ну, то есть там много всего было. Но так или иначе, вообще рынок интернет сам по себе в России – это уникальное явление. Его развитие – это уникальное явление. Потому что тот же самый ЖЖ, например, пришел в Россию из-за океана и исторически так получилось, что стал такой площадкой свободных высказываний. Да, именно русской для свободных высказываний. Потому что не было ничего нигде, и мыслящие люди, интеллектуалы, они все пошли в ЖЖ, поэтому сформировали такое ядро очень сильной аудитории, которая до сих пор сохранилась. Поэтому ЖЖ – это просто был всегда вопрос постоянный, умрет ли ЖЖ. Он никогда не умрет, он будет, каким есть и был. Пока есть мыслящие люди. Конечно. И это очень круто было, наверное, оказаться в гуще такого супа, такой питательной среды, в которой ты, в общем, не думаешь даже, сколько… Ну, я не знаю, может быть, вы думали, потому что, нет, напоминает MTV, да? Ты в начале какого-то уникального дела, которое вообще никак не связано для тебя с деньгами, связано с самовыражением, с какой-то реализацией, с каким-то восторгом от общения, с новыми впечатлениями, тебе еще за это деньги платят. Ой, это было круто, когда мы на встрече говорили, что да, мы пишем в блоге, и нам за это еще платят деньги. Это было очень здорово. И вот в настоящее время сегодня мы с Светланой тоже находимся, по факту, у истоков развития, формирования рынка СММ, социал-медиа-маркетинга, маркетинга в социальных сетях, потому что он формируется на наших глазах. Я думаю, что надо дать им еще года-два, когда просто он вырастет уже в большие объемы, уже объемы очень-очень высокие, это порядка 30 миллиардов в год рублей. Это один из самых быстро растущих рынков на сегодняшний момент. И в конечном счете сам интернет растет очень быстро в России, потому что сегодня интернет, Рунет, это маленькая Италия, не маленькая, вообще Италия в целом. То есть пользователи Рунета, как, собственно, жители Италии, там порядка 80 миллионов человек, это очень большая цифра. И со временем, я думаю, что проекты, которые будут возникать, проекты, технические решения, которые возникают уже в настоящее время в интернете, они способствуют тому, что люди потребляют информацию очень быстро в наш сумасшедший век. И, конечно, социальные сетки ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер – это один из самых мощных источников информации для современного человека. Но когда вы решили делать собственный бизнес, вы еще были исполнены вот этой такой романтики того, что я пионер, я в… Мы до сих пор ее исполнены. Да? Помни, конечно. Здесь идеология важнее, чем зарабатывание денег, или вам удалось какой-то баланс найти между… Вы знаете, мы как раз пока готовились к передаче, вспомнили, и не то чтобы вспомнили, мы об этом всегда думаем, есть хороший проект Startup Woman, собственно, Маша Косенкова, ее команда делает замечательные вещи, и огромное им спасибо, что они поддерживают женщин-попринимателей в России сегодня, и не только женщин, кстати, у них очень много, у них очень хорошая база экспертов мужчин. К чему я говорю? К тому, что мы с ними сделали проект, который для нас является, скорее, благотворительным, потому что мы там ничего не зарабатываем. Мы помогаем стартапам в консультациях, поддержке, продвижении. Любые люди, которые к нам обращаются от них, находят поддержку у нас, и вот так все это работает. То есть, ну, я поняла, но мне у меня просто интересно, в какой момент вы поняли, что, в общем-то, это действительно реальный бизнес, это действует по законам бизнеса, и с чего вы вообще начали? Вот вы решили, мы создаем свое самым агентство, поскольку это действительно не паханое поле. Как вы определяли принципы, по которым вы должны работать, взаимодействовать с клиентом? Как строить вообще всю структуру развития бизнеса? Ну, у нас был некий опыт, вот я уже говорила, что я работала в агентстве, и, соответственно, работа с клиентами и выстраивание там отношений с ними, они как бы были понятны. У нас в... А список, а перечень услуг? Да, конечно. Перечень услуг, безусловно. Он есть, да? Конечно. Мы начинали, действительно, мы работали дома вечером, когда вот некое становление там бизнеса, там бизнес единиц двухсвет, соответственно, происходило в домашних каких-то условиях. Просто когда этот поток начал становиться таким большим, что его невозможно было окучивать, то в целом мы начали делать это более санкционированно. Профессионально. Да, профессионально. Да, поэтому вопрос в том, как строить отношения с клиентами и какие услуги им предлагать, он как бы не стоял. Потому что клиенты тоже начинали понимать, что обыкновенная медийная реклама для них... Не работает. Не всегда работает, да, это дорого, но не всегда имеет тот самый отклик, на который они рассчитывают. Вот, соответственно, мы просто удовлетворяли их потребностью. А сейчас мы как-то смотрим немного больше, и дальше вперед, и предлагаем какие-то другие инновационные истории. На самом деле, еще параллельно тому, что мы понимали, как работают интернет и социальные сети, медиа, обучение прошло, наверное, в другом направлении. Это в направлении выстраивания бизнес-процессов. Потому что, когда создается компания, это не просто взял и зарегистрировал в налоговый ООО. Это куча всяких разных нюансов. И не имея опыта ведения бизнеса отдельно от высшестоящего руководства, мы, конечно, сталкивались с проблемами, которые... С какими? Ну, например, кассовый разрыв. То есть, возможно, здесь задача была в том, чтобы правильно спрогнозировать затраты и приходы. То есть, что такое кассовый разрыв, когда необходимо выплачивать деньги подрядчикам или за рекламу платить площадки, а клиент еще не заплатил. То есть, возникает кассовый разрыв. То есть, нужно где-то брать деньги, чтобы оплатить работу подрядчиков или площадки. И здесь, конечно, нужно было понимать, что либо это будет кредитная история, либо мы ищем деньги у наших партнеров. У нас был партнер, который нам помогал, когда мы только учились это делать. И сегодня мы уже... Ну, я надеюсь, что мы забудем эту фразу кассовый разрыв, потому что компания начала функционировать уже с прошлого года самостоятельно. И, в общем-то, проблем нам особо не доставляет. А еще на какие грабли вы еще наступили? Ну, грабли, конечно, я всегда всем рекомендую, когда выступаю у Startup Women на их мероприятиях, нужно искать хорошего бухгалтера. Это порочная практика, когда многие компании, начинающие ребята, они говорят, что здорово, мы сами там разберемся и будем вести бухгалтеру. Это не так тяжело, потому что 1С поможет нам. Ну, и как бы там приехать в налоговую, сдать документы. Это очень сложно. На самом деле... Это отнимает кучу времени. Это первое. Второе. Все равно юридическую базу, юридическую финансовую базу ни один профессиональный предприниматель не постигнет сам. Мы вообще считаем, что нужно делить направление на... Вот есть одно направление профессионалов, другое, третье, и каждый делает свою работу профессионально и качественно. Поэтому хороший бухгалтер, он должен делать свою работу, и руководители не должны думать о том, когда сдавать налоговый баланс или скрывать квартал, как сдать НДС, налог на прибыль и все это прочее, зарплаты, фонды социального страхования. Поэтому здесь, конечно, мы сделали сразу ставку на хорошего бухгалтера. А какой-то стартовый капитал вы вкладывали в начале в развитие бизнеса? Вот это на самом деле уникально в нашем бизнесе. Уникальность в том, что ты можешь создать компанию, не имея ничего. Потому что по факту первый клиент, грубо говоря, оплачивает твою работу, работу твоих партнеров. Тебе не нужен офис, не нужны визитки. Нет, это не так дорого, на самом деле, сделать визитные карточки и снять какой-то офис. Если там хочется пафоса, то можно в центре. Как мы изначально сделали, мы сняли офис в центре, на Белорусской мы сидели. Сейчас мы, конечно, съехали в другое место, потому что просто поняли, что это не оправдывает себя, потому что мы катаемся на встрече клиентам всегда. Мы очень редко, когда приглашали кого-то к себе, потому что обычно клиент хочет, чтобы ты приехал к нему. Поэтому это невыгодно было держать такой офис. А когда вы вышли на рынок, вы погляделись вокруг? Увидели ли вы серьезных себе каких-то конкурентов, соперников? И придумали ли вы какие-то конкретные вещи, которыми именно вы будете отличаться, которые будут вашим уникальным почерком? Очень много конкурентов, потому что большие уважающие себя агентства всегда имеют отдел СММ. И, соответственно, наше агентство, оно тоже по большому счету выросло из отдела СММ агентства нашего партнера. Но так или иначе, наше уникальное торговое предложение – это качество. Как Светлана уже говорила, очень многие агентства грешат дешевым трафиком. Три рубля за лайк – это тоже расхожая фраза в нашем бизнесе. Поэтому мы делаем ставку не на количество, а на качество. И вот таким образом, я думаю, что в течение этого или следующего года мы стараемся переломить этот бизнес в сторону качественного улучшения наших услуг. И как они это делают, мы расскажем вам после новостей на Финаме. Оставайтесь в доле. Мы в доле со Светланой Иванниковой, Светланой Скобликовой, основателем агентства «Рыба тут», которое занимается СММ-маркетингом. И до новостей мы говорили о том, чего нам не хватает, наоборот, чего не хватает нашим конкурентам, что есть у нас. Вот три рубля за лайки, я так понимаю, что сейчас клиенту кажется, что чем больше лайков, тем, значит, успешнее его компания. Но эффективность этих лайков, да, то есть человек может за лайк идти забыть. А наша задача, чтобы человек не просто лайкнул, а что-то купил, да, или как-то вот, ну… Ну, я хотела сказать, на самом деле, издалека начну. Дело в том, что вот образовательному процессу рынка, потому что помимо того, что подрядчики не образованы, также, в общем-то, и в общем, в общем слове говоря, клиент тоже не совсем образован, то есть не всегда понимает, что можно, как можно использовать. В чем смысл вообще этого процесса СММ-маркетинга? Смысл-то понятен ему, потому что там миллионы людей сидит, их бесплатно можно как-то вовлечь к себе, но непонятна отдача. И очень часто к нам, уже, правда, реже, но приходили клиенты, которые говорили, а давайте мы быстрые продажи сделаем, можно как-то продать там наш бизнес или наш бренд через социал-медиа. Мы всегда говорим, что социал-медиа – это медленные продажи. Это работа на имидж, это создание спроса, то есть когда вы создаете, ну, даже ту же самую страничку Facebook или ВКонтакте, которая является в России, конечно, самой популярной социальной сетью, вы создаете спрос на ваше предложение, на вашу услугу, который через поисковые системы удовлетворяется в формате поиска вашей услуги или предложения, а затем вы подкрепляете уже вовлеченных участников какими-то активностями у себя на страничке. То есть создаете медленные продажи. Издалека хотел начать с того, что в России сегодня вот эта вот, скажем так, слабая экономическая ситуация. В России вообще ничего медленно сейчас не зарабатывается и не тратится. Мне кажется, никто не работает на долгосрочную перспективу, никто не работает особо на имидж. Нет, 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 я поспорю, потому что вот эта вот проблема с экономической ситуацией, которая, да, идет с третьего квартала прошлого года, уже так заметно, она играет на руку нам. Почему? Потому что клиенты начинают считать деньги. Они хотят получить что-то, что можно конвертировать в продажи. Пускай это будет не быстрая продажа, не сегодня там пришел трафик в миллион человек, из них один купил. А пускай это будет завтра, но при этом понятное выстраивание коммуникации. Поэтому в прогнозах рынок СММ будет идти, наверное, в направление работы с контентом более качественным, это уже наблюдается, это уже есть, и брендированные истории. То есть когда не создается с нуля какая-то страничка, а, например, делается активность на уже охватной площадке, например, в миллионных охватных группах ВКонтакте, на видеоканалах на YouTube, где брендируется что-то, какие-то ролики подвигаются. Я думаю, что со временем рынок СММ, он сформируется в направлении более понятных конечных продуктов, которые можно будет продавать. Но а чем тогда, а как тогда получается, что существуют эти ГУА-СММщики? По идее, они уже должны давно отвалиться. Потому что мы в процессе. Как клещи. Мы только начали свою образовательную деятельность, поэтому еще не все ГУА-СММщики. Они, наверное, тоже некий негативный фон создают, да, такой мусорный. Вы знаете, на самом деле мы не будем скрывать, что мы с некоторыми ГУА-СММщиками работаем. Мы взяли в команду двух ребят, чье сознание мы перестроили, но это же хорошие руки. Это хорошие руки, которые готовы делать что-то, если просто им объяснить, что надо делать. Не можешь подавить бунт, возглавь его. Да, да, да. У нас есть, например, один из наших очень сильных партнеров, который нам помогает с работой. Он живет в Севтывкаре. В Волгограде. В Волгограде, да. Потеплее там ему. И мы познакомились, наверное, спустя полтора года, как мы начали с ним работать, только лицом к лицу увидели его в Москве, когда он приехал в гости. Нет необходимости работать с кем-то face-to-face сегодня. То есть это можно делать через интернет, через те же самые скайп, гаджеты, смартфоны. Общение происходит в режиме онлайн, где бы ты ни был в этот момент. Но если приходит человек и говорит, почему я должен выбрать вас, вы дороже, а вот у меня есть там Вася, который сидит в Сыктывкаре, и он мне вот за такие деньги обещал сделать почти то же самое. Ну, во-первых, приходит с пониманием каких-то комплексных задач, и дешевле не может быть, если хочется качественно. Но наше УТП еще помимо внутреннего фильтра качества в общем-то и в цене, потому что мы не очень дорого стоим. У нас невысокая цена, она стандартная уже для какого-то там сформированного прайса. Почему? Потому что мы работаем сами, и у нас нет накрутки в нашем проценте маржинальности из-за того, что люди сидят в штате. Наши косты немножко ниже, потому что они работают на удаленке, и мы не платим за них какие-то там проценты. А первых клиентов вы получили от своего прошлого партнера, да? А как вообще происходит сейчас наработка клиентской базы? Как вы вообще находите новых каких-то, ну, новые связи, новые контакты? Тут как раз работает этот самый сарафанный маркетинг, когда после хорошего реализованного проекта нас просто рекомендуют другим коллегам по рынку. А что касается тех, кому это слишком дорого, то мы, собственно, ждём их в гости на следующий год, когда они поймут, что прошлая рекламная кампания оказалась не такой эффективной. На самом деле было очень приятно, когда к нам пришли... У нас очень много проектов в кино, то есть в кинонаправлении. Расскажите вообще, кто ваши клиенты, какие компании? Вот, я как раз начинаю об этом говорить. В кинонаправлении мы сделали очень хорошо поддержку фильма «Облачный атлас» компании Роднянского, которая прокатывала и продюсировала этот фильм. И нас порекомендовали дальше, и дальше пошли уже «Тайны перевала» Дятлова. В настоящее время мы работаем по решениям для фильма «Родригеса», который выходит в октябре, «Мачете убивает». Делаем проекты для других компаний, там, наше кино, ну и так далее. То есть кинонаправление мы пытаемся охватить, потому что это очень интересно. Понятно, что делать для них в социальных медиа, потому что там быстрая коммуникация происходит. Также очень активно мы работаем, почему-то так получилось, исторически в направлении автомобильных брендов. У нас очень много было проектов с «Сусуки», с «Рено». В настоящее время мы делаем проект для агентства «Майндшер» по «Форд Раша», то есть весь «Форд» в России, все социальные сети в России. Это был тендер или уже просто к вам обратились? К нам обратились. Ребята, мы на самом деле часто много работаем с большими крупными сетевыми агентствами. Неполных два года, напомню, компании. На самом деле так получилось здорово, что может быть отчасти из-за интереса к моей и личности был интерес к компании, потому что первые несколько месяцев мы даже особо и не делали пиара никакого, потому что все к нам обращались, были интервью, и это работало на компанию, на наше имя, оно запоминающееся. Мы специально выбрали такое название, чтобы абстрагироваться от клиентов, точнее наших конкурентов. Да, потому что в названии мы решили не отражать сущность нашей деятельности, и отчасти еще потому, что хотелось как-то выделиться на фоне всех остальных названий, и это сработало, потому что очень многие знают о Рэбитуд, не зная даже нас с Светланой. Просто ярко и запоминающееся. А как на вас вышли западные компании? Не буду говорить маленький секрет, на самом деле мы сделали, мы рассказали о себе на одной зарубежной площадке, где аккумулируется внимание зарубежных агентств. Это нам ничего не стоило, это бесплатно, мы просто на хорошем английском языке написали о нас информацию. И спустя, наверное, недели две поступили уже первые обращения на просчеты какие-то, с вопросами, брифы полетели в нашу сторону. И вот в конечном счете, в настоящее время мы уже работаем с тремя клиентами. Я считаю, что это большой прорыв, потому что, в принципе, это направление зарубежное, у нас развито, наверное, с февраля этого года. Вы сами говорили о том, что в этом бизнесе не так много женщин, да и вообще довольно мало в принципе у нас в стране открывается новых компаний, особенно в таких инновационных областях, как социал-медиа-маркетинг. Чувствуете ли вы себя белыми воронами? Это преимущество, что вы девочки в таком бизнесе? Или вам приходится как-то пробивать какую-то стену, я не знаю, недоумение, непонимание, но помимо неграмотности глобальной населения в некоторых вопросах маркетинговых? Мне кажется, никакой стены нет, потому что зачастую те клиенты, с которыми мы встречаемся, их тоже представляют женщины. Поэтому многие наши коллеги по рынку, не знаю, конкуренты, но скорее коллеги-партнеры, это тоже агентства, которые возглавляются женщинами. В целом, гелл-пауэр — это сейчас такой тренд, поэтому нам не приходится сталкиваться на переговоры с жесткими мужчинами и доказывать, что мы тоже не хуже, козырять какими-то органами. А парни, которые работают у вас с подрядчиками, всевозможные программисты и прочие хакеры, мальчики, они не говорят вам, типа молча женщина? И наоборот, им приятно показать, что они мужчины, и в какой-то степени нам открыть на что-то глаза, если мы говорим про какие-то технические истории. Но в нашем бизнесе технических моментов не так много, потому что технические моменты возникают, когда ты разрабатываешь что-то, делаешь приложение, но для этого у нас в штате тоже есть мужчины, которые могут друг с другом поговорить, если нужно жестко или как-то еще. Мне кажется, что женщины умеют выстраивать отношения даже в бизнес-формате, который направлен на создание дружеской атмосферы, потому что все наши коллеги по рынку тоже женщины, которые владеют бизнесом, не только в сфере интернета, где-то там еще рестораны, бизнес. Везде какая-то очень дружеская атмосфера, очень приятная. Хотя не исключено, что женщины более жесткие в вопросах постановки задачи и надавания по голове. Устранения конкурентов. Сложнее, когда, например, ты сталкиваешься, может быть, с женщиной-женщиной, хотя мы с Светланой сколько лет вместе, а все и даже делаем бизнес. И вот эта фраза-клише, что нельзя делать бизнес с другом, она вот мы перед вами сидим, у нас все здорово в отношениях и в дружеских. Ну, а вот это интересно, ведь самая страшная вещь на свете – это учительская. Такой же есть миф, что женский коллектив – это просто банка со скорпионами. Неужели, может быть, от того, что у тебя свой собственный бизнес, ты как-то по-другому начинаешь относиться к окружающим тебя женщинам? Когда, если это не женский коллектив, который делает свою работу от звонка до звонка, получает зарплату, а женский коллектив, который креативит, чем-то руководит, чем-то управляет, наверное, тут уже какие-то другие включаются механизмы, действительно. У нас общая цель, мы не делим ничего, поэтому, соответственно, мы с Светланой прислушиваемся друг к другу, у нее есть определенный опыт, которого нет у меня, у меня есть определенный опыт, которого нет у нее, и эта синергия, собственно, помогает нам избежать каких-то конфликтов, да, несмотря на то, что там говорят, что женщины ненавидят друг друга, ничего подобного, возможно, там, не знаю, в бане они ненавидят друг друга, а за рабочим столом вполне возможно… Ну, кстати, даже в бане, мы очень даже не ненавидим, мы ходим вместе в баню, у нас есть такая традиция со Светланой, мы там решаем теперь бизнес-вопросы, раньше мы решали какие-то вопросы лично, теперь бизнес-вопросы в бане, и всем рекомендуем, кстати, иногда все-таки выбираться коллективом когда-то, неформальную установку, да. Вы молодые предприниматели, вам в России сложно бизнес строить, или уже как-то что-то, какой-то лед тронулся, ведь у нас все говорят наши чиновники о том, что надо помогать молодому бизнесу, ставиться на ножки, вы чувствуете эту помощь? Мы не чувствуем помощи, но мы в ней особо не нуждаемся, если бы мы нуждались и хотели бы получить дотации государственные, возможно, мы могли бы прокомментировать, что тяжело это сделать или легко. Ну, спасибо, хоть не мешает, да? Спасибо, что хоть не мешает, да, что налоги пока какие были, такие и есть, НДС 18%, один, как говорят, из самых низких вообще в Европе, не буду тоже комментировать, но вообще, на самом деле, конечно, здесь в нашем направлении бизнеса не так часто ты сталкиваешься с представителями госвласти, как, например, это ресторанная история. Ну да, вам не нужны там пожарники, СС и прочее общение. То есть налоговая история у нас закрыта тем, что мы чистые белые сдаёмся вовремя, без пени, без каких-то процентов. А какие-нибудь, наоборот, там управление К, вопросы безопасности в интернете с этими парнями вам не приходится? Пока что не было таких проблем. Нет, но с управлением К я имела дело, когда работала в компании СУП. Эти ребята даже помогали нам, когда мы выясняли, кто ДДОСил ЖЖ. Но нет, я не думаю, что такие компании, как мы, интересуют управление К, у них своих забот полно. Но в настоящее время все технические проблемы, они решаются с стороны площадок обычно. То есть, например, Facebook может заблокировать какую-то страницу, потому что мы что-то нарушили, но это всё решается в формате обсуждения с службой сервиса, в поддержке сервиса. То есть, в общем-то, достаточно получается не просто интересный и инновационный бизнес, но ещё и... Безопасный. Да, безопасный и достаточно приятный с точки зрения каких-то форм. То есть, не так много нападок и не так много каких-то законов нужно соблюдать, исполнять, и всяких санпинов можно избежать. С нами в доле Светлана Иванникова и Светлана Скобликова, основатели агентства «Рыба тут», которое занимается социал-медиа-маркетингом, и эксперты сообщества «Стартап-вумен». А расскажите про сообщество чуть-чуть побольше. Команда Маши Косинковой собрала вокруг себя экспертов в разных направлениях. Молодых бизнесменши? Молодые бизнесменши, да. Женщины, которые до 30-летние, которые что-то делают своими руками, что-то делают сами, начинают свои проекты. Их там очень много. На самом деле, девочки очень профессиональные. И я дико рада, что мы вошли в состав экспертной комиссии, наверное, экспертов просто, в этот проект, потому что, на мой взгляд, в нашей стране не хватает поддержки хотя бы теоретической базы знаний в направлении юридических вопросов, решения этих вопросов со стороны консультантов, в направлении того, чтобы поделиться опытом. Потому что, конечно, нужно вдохновляться. Мы сами читаем очень много хороших книг, истории успехов, потому что мы всегда находимся в поиске вдохновения. И когда какая-то стрессовая ситуация, опускаются руки, ты что-то там прочитала о ком-то, кто сделал проект с меньшими затратами и с большими проблемами, и это выстрелило, и, конечно, понимаешь, что твои проблемы это какая-то ерунда. Но существуют же какие-то бизнес-инкубаторы, какие-то форумы молодежные и прочее-прочее. Или реальные знания все равно можно получить? Ну, их не хватает все равно. Нет, реальные знания ты получишь только в жизни. В любом случае, только жизнь тебя научит, как правильно выстраивать какие-то отношения. Но команда Startup Women помогает, наверное, какой-то изначальной поддержкой, помогает свести правильных людей вместе. Вот почему родился наш проект совместный с ними. И мы также участвуем, мы поддерживаем девочек, помогаем какой-то консультации в продвижении проектов, как правильно выстроить коммуникацию. Очень здорово, что они катаются по университетам и институтам, и мы там выступаем с лекциями, делимся своим опытом, потому что очень многие начинающие предприниматели, еще даже не знают, что будет у них за проект, но они готовы что-то делать сами. И все равно, даже при таком активном желании что-то делать самостоятельно, у нас в России всего лишь 2,2% россиян готовы что-то делать самостоятельно. То есть это самый низкий процент в Европе, когда там в Европе 24% предпринимателей. Но это особенности менталитета или так наша жизнь наша устроена, там, не знаю, социальные, экономические проблемы не позволяют людям двигаться в этом направлении? Это особенность, наверное, менталитета поколения, которое в настоящее время есть, поколение Y называют нас всех. Особенность в том, что есть некий страх, потому что нет стабильности, нет понимания, куда идет вообще наша страна. И это первое. Второе, есть страх перед тем, что вдруг прогорит, и вдруг я лишусь всего, и куда мне идти? В суд идти? Что мне делать дальше? Нет. Вдруг отнимут? Слабая правовая база, то есть слабое понимание правовой базы, которая существует. Но у вас не было такого страха? У нас был очень большой страх. Мы рискуем до сих пор, наверное, потому что мы... А Света Скобликова покачала голову, ее не было. Я лично свои риски оцениваю как нулевые, потому что я рискую только своим временем. Заработать денег на жизнь, там, не знаю, на еду, по большому счету проблем не составляет, потому что есть определенный опыт. Я не говорю про имя никакое, но есть определенный опыт, с помощью которого можно пойти заработать. Я думаю, что даже пойти работать, не знаю, там в Макдональдсе, если очень сильно припечет, но в целом поесть заработать можно, поэтому нет. Можно рисковать своим именем на рынке, потому что можно прогореть, можно какие-то там неприятности заработать, и потом об этом будут говорить, потому что интернет-рынок, он это как деревня, в целом все друг друга знают. А с точки зрения каких-то правовых аспектов, мы уже говорили об этом, что наш бизнес как раз он не касается ничего такого, поэтому у нас никто, надеюсь, не прихлопнет в подъезде, хотя у нас на заре были проекты с мистером Смитом неким, который мы так до сих пор не знаем его лица. У нас был таинственный заказчик, который просто звонил по телефону и говорил, что он хочет, хотя хотел он, в общем-то, такие нормальные вещи, мы делали эти, мы решали его задачи. А что, то есть вы не понимали, что за продукт? Нет, там просто была история с продвижением одного человека, личности или какой-то истории, нужно было её подержать, ничего сверхъестественного и нелегального, но почему-то это всё выстраивалось как-то вот так, как-то, как-то, таинственно. Да, то есть там нужно было с кем-то пересечься, забрать деньги, деньги перевести, не перевести на счёт, он имени своего... Ну, то есть мы не понимали, что это за человек, и потом он пропал. Вот, но это было давно, очень давно. Ну, а что Света, Света Иванникова, а вы чего боитесь тогда? Ну, я, на самом деле, Светлана правильно сказала, что, конечно, не боимся потерять возможность зарабатывать, мы всегда сможем это сделать, но я говорила скорее о том, что репутационные риски, потому что, конечно, хотелось бы строить компанию дальше, развивать её, мы вот вышли на международный рынок, мы хотим, чтобы она увеличивалась в объёмах, может быть, не в количестве единиц, потому что я повторю, что это не так важно в настоящее время иметь в штате людей много, сто человек, а важно просто идти дальше, делать новые продукты, и всё-таки, так как мы стоим у истоков, да, формирования рынка социал-медиа-маркетинга, формировать его так, чтобы он, наконец-то, стал полноценной единицей в рекламных бюджетах и сметах, и медиапланах, и к этому уже всё идёт, конечно. Но я хотела, на самом деле, вернуться к тому, что тяжело ли женщине в России начинать свой бизнес, вот Светлана, она, мне кажется, идеальный пример современной женщины-бизнесмена, потому что Светлана ещё и мама молодая. Я только хотела спросить, есть ли у вас дети, потому что мне кажется, что вот так думать, я всегда себе заработаю на покушать, и можно в Макдонс сходить работать, это когда ты один, когда у тебя есть маленький ребёнок, уже немножко более как-то это, ну, как бы это сказать, чтобы не обидеть слухслушателей, ну, страшно. Ну, страшно, короче. Нужно думать за двоих, но так или иначе, у меня как бы есть такое убеждение, что кто ищет, кто всегда найдёт. Если человек имеет какие-то творческие амбиции, какой-то потенциал, то он не будет сидеть дома и жаловаться на жизнь, что всё так плохо, меня никто не любит, и вот у меня ещё ребёнок, и что же мне с этим делать? Если не сидеть на месте, да, то, и что-то делать, то можно пойти, ну, опять-таки, не знаю, возвращаясь к Макдональдсу, можно рано или поздно возглавить какой-нибудь там на самом деле дети только мотивируют. Дети не являются каким-то якорем, который нас тянет вниз, а наоборот, они мотивируют на то, чтобы сделать им лучшее будущее, чем прошлое родителей. Поэтому я только за то, чтобы больше было детей. А сколько ребёнку? Пять месяцев будет завтра. Ого! Совсем малюсик. Да. Круто, поздравляю. Спасибо. С юбилеем. Расскажите про вашу семью тоже, Свет. И вообще у нас такой традиционный вопрос в этой области, когда мы говорим с молодыми предпринимателями в программе «Вдоле», мы всех спрашиваем, сколько вы зарабатываете, какая у вас зарплата, сколько вы себе можете позволить денег вынуть из бизнеса на себя любимых и на что они тратятся. Ну, скажем так, не будем говорить цифры, но просто я расскажу немножко о том, что сейчас происходит в моей семье. Мы, например, приезжаем в пригород жить, мы купили большой дом и приезжаем полностью жить туда. Вы купили дом уже на свои заработки от компании? То есть вы не продали московскую квартиру, чтобы купить дом? Нет. У нас ситуация такая, что наш бизнес стал очень быстро, ушел в ноль. Прибыль. Ушел в ноль, а потом пошел уже в прибыль. Очень быстро, и мы, на самом деле, даже как-то испугались такой ситуации, потому что мы, может, что-то не так посчитали, возможно, такие были мысли, но оказалось, что мы все правильно посчитали. И мы вообще думали, что три года будет такая какая-то проблема с тем, что когда будут деньги, когда будут миллионы, миллиарды, сотни тысяч, но это как-то раньше наступило. И, наверное, только потому, что мы очень правильно на начальном этапе оптимизировали расходную часть без пафоса, без каких-то там желаний раздуть себя. И в конечном счете в настоящее время нам не только хватает на хлеб, но мы, в общем, я считаю, что мы средний класс, мы не миллионеры, потому что мы, конечно, пока не можем позволить себе выводить. Не долларовые миллионеры. Мы не выводим каждый месяц по миллиону долларов на наши нужды. И даже если будет такая ситуация, скорее всего, эти деньги будут пущены на развитие бизнеса в основном. Но, повторю, мы очень быстро вышли в прибыль. И находимся в этой ситуации вот уже сейчас. Вы себя побаловали новым домом. Да. Но я к этому давно шла, и я очень рада, что моя компания, наш бизнес Светланы, помог поддержать наши какие-то амбиции в личной жизни. И здесь страха перейти куда-то под кого-то работать, может быть, он такой неосознанный, но я, например, не хотела выйти под кого-то работать уже сегодня, потому что я понимаю, что всё-таки свободный какой-то график, ты сам его выстраиваешь, ты выстраиваешь свои личные какие-то истории, ты можешь подстраивать под рабочие графики его. Но при этом надо понимать, что это нелегко, что иметь свой бизнес, это, конечно, нужно и ночью, и выходные работать приходится иногда и... Личная жизнь страдает? Нет, у нас, мне кажется, понимающие, да, наши половинки. Партнёры, да. С пониманием относятся, помогают, поддерживают, так что всё хорошо. Света, вы на что обратите свои деньги, помимо малыша? У меня тоже есть как бы некие планы по поводу улучшения жилищных условий, но они пока только планы. Поэтому на что, на... Может быть, новый автомобиль, украшения? Да нет, я как-то на самом деле на эти такие вещи не падка особо, поэтому я даже снимаю квартиру в Москве не за очень маленькие деньги, поэтому большая часть уходит на это. Вот, скажем так, но возвращаясь к зарплате, я могу сказать, что я, начав собственное дело, начала получать больше денег, чем работая на кого-либо другого. И это как бы хорошая мотивация, потому что зарплата так или иначе, она растёт, и вот это является тоже хорошим бонусом. Хорошим показателем того, что ты на правильном пути. Совершенно верно. И поэтому идти работать, опять же-таки, поддержу свету, идти работать куда-то, чтобы кто-то был главнее, чем ты, наверное, уже сейчас, разбаловав себя свободным графиком, так или иначе, какими-то решениями, которые принимаешь самостоятельно, уже, наверное, не получится. Мне понравилась фраза зарплата, так или иначе, она растёт. Растёт, конечно. Конечно. А иначе зачем тогда? Ну, мы все так или иначе материалисты. Может быть, мы будем говорить, что мы работаем за идеи, так и есть, романтики мы в душе, но... Но кушать-то хочется. Кушать-то хочется, да. Главные советы, инсайты, которые можно дать людям, которые думают сегодня о том, чтобы начать собственное дело, но действительно их там пугает перспектива, они не знают, с чего начать, они боятся рисков, они привыкли работать под кем-то и боятся взять на себя ответственность. Что посоветуете? Я дам только один совет, который я даю всегда и всем, помимо там тонкости с бухгалтерией, это всё на самом деле нарабатывается и информация в интернете вся есть. Самый главный совет, ещё раз взвесить, хотите ли вы быть руководителем, потому что хороших исполнителей тоже не так уж много у нас на рынке и, возможно, кому-то проще остаться исполнителем какой-то большой компании и сделать карьеру там и стать там профессионалом, чем уходить, рисковать с собой, репутацией наработанной. И очень часто ошибаются именно вот в этом выборе. Я хочу, чтобы у меня было своё дело, потому что это круто, это какая-то романтика, неоправданная в этом есть. На самом деле свой бизнес – это очень тяжело, это очень рисково, много можно сделать ошибок и потом разочароваться в этой истории, опустить руки и потерять время. Поэтому лучше взвесить сразу, готов ли ты уйти. Ну и плюс, наверное, иметь светлую идею, так или иначе, потому что… Концепт. Концепт, да, потому что работать, ради того, чтобы заработать, наверное, это не работает. А вот работать ради того, чтобы улучшить мир или там улучшить самого себя, то в целом, я думаю, это хорошая причина для того, чтобы уходить из офиса. Спасибо огромное. Светлана Иваника, Светлана Скобликова, Рыба тоже. Спасибо.